Здравствуйте, с вами программа УАК «Киезет» и я ее ведущая Зульфира Каскирова. Чем запомнился 51-й театральный сезон? Какие планы на будущее? Сегодня поговорим на эту тему с нашим гостем. Амантай Тимирбаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и вот, как я уже озвучила в начале нашей передачи, а каким был этот сезон и чем он запомнился? Ну, прошедший наш театральный 51-й сезон, конечно, он был достаточно очень насыщенный. У нас было очень много примеров. И в театральном сезоне у нас проходило много знаковых событий, которые запомнились не только нашим горожанам, но, в общем-то, эти события охватывали большое мировое пространство. И это нормально, потому что достаточно вспомнить хотя бы знаменитый наш открытый фестиваль «Кукляндия», в котором приняли более 8 наших иностранных коллективов. То есть приехали замечательные театры, замечательные артисты. Это можно назвать Гонконг, это можно назвать Францию, это наши казахстанские театры, это театры Стараса Санге. То есть начало июня, к знаменателям дню, это было насыщенное такое мероприятие. И он открыл много новых сторон, так сказать, куколево-театрального искусства. Одно из крупнейших событий. Этот 51-й театральный сезон был, естественно, насыщен нашими премьерными спектаклями. Можно сказать, что прошел замечательный спектакль «Золотой петушок». Были концертные исполнения, были камерные произведения. Ну и, естественно, фестиваль «Достар», который просто поразил в этом театральном сезоне, прошедшем, своим новым, так сказать, подходом, который мы применили впервые. И зритель, кстати, очень хорошо оценил этого. То есть мы взяли, казалось бы, достаточно узнаваемый спектакль. Это оперета «Летучая мышь Трауса». И его исполнение было выполнено в плане полностью приглашенных артистов со всех театров. То есть это придало определенную творческую изюминку. Театр заиграл совершенно разными красками. То есть в этом театре в спектакле приняли участие порядка 12 приглашенных артистов. То есть это был полный исполнительский состав. Но это вызвало просто потрясающий интерес у зрителя. Плюс камеры и концерты, плюс новогодние шоу. То есть наши гастроли также, в принципе, в Астана-Опера. То есть сезон был настолько насыщенным, что заканчивая наш театральный, 51-й театральный сезон гала-концертом, трупа нашего театра, я надеюсь, в общем-то, сейчас полноценно ценит, полноценно отдыхает сейчас в заслуженном отдыхе. А вот на ваш взгляд, да, более такое значимое событие какое было? Значимое событие, на мой взгляд, конечно, я уже сказал, это два мероприятия. Это вот Кукляндия и Достар. То есть потому что, я говорю, мы применили совершенно другой подход. Мы применили совершенно другое для зрительского восприятия подход, я уже сказал, мы расширили географию приглашенных звезд. И в этом году, то есть в канун уходящего нашего театра сезона, можем сказать еще об одном событии, это опера Травиата, в которой приняли участие наши молодые звезды из Астана-Опера, из Астана-Опера-Балета имени Абая Алматы. Ну, естественно, хорошая европейская звезда из Венгрии, тот, который, в общем-то, исполнил одну из главных ролей. И замечательный дирижер, который представлял итальянскую дирижерскую школу. То есть настолько был интернациональный состав, что это вызвало, так сказать, взрыв эмоций. И, казалось бы, новое уздавое произведение, оно у зрителя, который уже неоднократно видел этот спектакль, оно вызвало совершенно другие чувства, другое восприятие, да и другие эмоции. То есть это знаковые события. Я не говорю о текущем репертуаре, который еженедельно всегда как бы наполняет, заполняет наш досуг наших карагандинцев. Аман Тимир Баевич, вот смотрите, век цифровых технологий, да? А вообще театр сейчас востребован среди карагандинцев? Ну, судя по тому, что ежегодно мы, по нашим показателям, у нас увеличивается число зрителей. Это более за 120 тысяч зрителей. Только одних билетных, я говорю. Это несмотря на то, что в связи с тем, что мы, казалось бы, достаточно, может быть, возможно, резко пошли на, с учетом экономической ситуации, то есть роста, так сказать, потребительской казины и так далее, и так далее, мы пересмотрели ценовую политику. Казалось бы, произойдет какой-то определенный отток. Нет. Он показал, что зритель достаточно благосклонно отнесся, с пониманием к этому. Ну, и цены, казалось бы, для нас впервые мы немножко пересмотрели, для нас они были немножко вопросительными. Но оказалось, что в целом по республике до благосостояния народа это все ли не сказалось. И зрительский потенциал, то есть показал, что зритель ходит в театр, любит театр. Кстати, я хочу сказать, что и категория зрителя, она как бы каждый год нам показывает и удивительные моменты, потому что мы видим все время все нового зрителя, молодого зрителя, подросткового зрителя. И это вселяет уверенность, что театр, как само явление в свете, так сказать, информационного, так сказать, интернетного пространства, он не потерялся, он достаточно жестко, не жестко, а логично конкурирует и держится, занял свою достойную нишу. Но вот на ваш взгляд, в чем все-таки успех спектакля? Он сложно сказать. Этот вопрос часто задают, и на него нельзя ответить однозначно. Потому что я еще раз говорю, для художника, режиссера, для дирижера, для балетмистера, для человека, который создает спектакль, для специалиста творческого, этот спектакль кажется гениальным, потому что это рук его творения, казалось бы, создания. Мы знаем материал, мы знаем историю этого спектакля, но иногда происходит так, что зритель реагирует больше, уверенней, или, как бы сказать, более непредсказуемо на те материалы, на которые, казалось бы, и ставку даже не делали. Очень сложно предсказать, потому что зрительские восприятия и желание режиссера, дирижера осуществить эту постановку часто соединяется по протяжении, так сказать, ну, в процессе проката спектакля, когда начинается, как бы казалось, притирка мысли постановочной группы и мысли самого зрителя. Возможно, спектакль происходит, так сказать, свою трансформацию, обкатку, когда потом находит соединение в своей любви к зрителю. Сложно предсказать, потому что ты думаешь об одном, а тебя ждут другого, получается третье. То есть это всегда вопрос. Вопрос, и на него мало кто может ответить, потому что прогнозировать успех спектакля сегодня крайне сложно, крайне сложно. Это возможно, но очень сложно. А вот что касается зрителя, да, вот он востребован? Сильно требовательный, вернее так. Зритель бывает разный, да. Я еще раз говорю, бывает зритель с восторгом воспринимает этот спектакль, а бывает зритель, который, в общем-то, уходит для себя с вопросителем лицом и, казалось бы, не получает того, что он хотел бы видеть. Вот, сколько людей, сколько и мнений. Но судя по тому, что большая часть все-таки зрителя, наше желание совпадает со зрительским восприятием, то есть наши прогнозы достаточно, можно сказать, оптимистичны. И когда мы закладываем тот или иной спектакль, материал театральный, то есть мы рассчитываем, конечно, на успех, но в большинстве случаев, в принципе, наши, так сказать, усилия оправданы. Аман Тимир Павлович, смотрите, за последние несколько лет, да, вообще много лет, вы реализовали очень большое количество проектов. Вот, а какой-то из них вы можете выделить? Вы знаете, те некоторые проекты, которые у нас были, в тот момент они сыграли, в принципе, в общем-то, свою роль, они показали свою значимость. Но вот я, допустим, как руководитель могу сказать, что одно явление, которое, казалось бы, в какой-то момент было взрывным, творческим, на сегодняшний день оно не то, что не теряет актуальность, оно, может быть, ну, как бы сходит со своих, так сказать, лидерских позиций и уходит в более спокойное русло. Поэтому приходится каждый раз анализировать и что-то выносить на творческую, так сказать, пространство, новые проекты. Казалось, проект «Народная перета», в свое время это был такой взрывной момент, на сегодняшний день, ну, как бы пытаемся возродить его, ну, мне кажется, сложно, так сказать, входить в одну реку дважды. Есть проекты у нас, которые держат свой долгосрочный успех, это вот проект балетной студии «Балерина» наша, уже более десятилетия она, как бы, уверенно шагает, уже есть определенные результаты, выпускники нашей балетной студии, это нашего проекта, уже получили профессиональную основу, многие поступают в Академию хореографии, многие, в принципе, представящиеся на сценах других театров. Этот проект достаточно успешный. Проект театра студии «Буратино», который много-много лет назад, в общем-то, задуман, преобразован и реализован, в принципе, на сегодняшний день он, так сказать, уверенный подфильм, набирает свои обороты, потому что он не теряется. Но, казалось бы, в этом же направлении нужно приспосаблиться к изменяющимся тенденциям, которые существуют и в детском творчестве на сегодняшний день. И здесь принципиально, моментально улавливать атмосферу, настроение и новые технологии, которые существуют, казалось бы, уже в устоявшемся кукольном жанре. А этот жанр на сегодня раздвинулся в свои рамки, что часто, когда мы принимаем участие в фестивалях, и смотришь, думаешь, это вообще спектакль кукольный, или это спектакль уже, казалось бы, совершенно другой трансформации. Поэтому очень сложно углядеть. Но еще... А и какие-то проекты, откровенно говоря, уже потеряли свою актуальность. Поэтому на сегодняшний день есть несколько мыслей реализовать проекты, которые, в общем-то, будут не востребованы, а которые, казалось бы, привлекут больше внимания к себе. А вообще вот к новому театральному сезону уже начали готовиться? Начали готовиться, естественно. Театральный сезон у нас откроется 10 августа. Классическая оперета «Сильва». То есть мы не стали здесь изобретать, в общем-то, велосипед, потому что спектакль заслуживает того, чтобы он отображал жанровую направленность нашего театра. Вот в этом плане, в принципе. Кстати, в этом спектакле, возможно, у нас будут дебютировать наши новые солисты, которые театры ежегодно пополняют, так сказать, ряды своих, так сказать, отважных артистов. Вот. И к новому театральному сезону мы начинаем очень активно работать. 10 августа мы открываемся, весь август будет заполнен текущим репертуаром. Плюс в августе у нас очень ответственные гастроли в Астана-Опера. Для нас это очень ответственно, потому что мы будем выступать на главной сцене нашей страны и будем держать, так сказать, экзамен и подтверждать театральный потенциал нашего города. В сентябре у нас гастроли очень ответственные, нас очень сильно ждут сейчас в Алма-Ате. Вот. Впереди у нас фестиваль, я уже сказал, Достар, в принципе. Впереди у нас еще одна премьера, Новый год. Ну вот, вроде как бы, казалось бы, время так неумолимо двится, что не успеваешь переселять все события. Так, ну а что касается наших маленьких телезрителей? Маленьких телезрителей? Маленьких телезрителей. Мы уже, в принципе, так сказать, план постановок своих выполнили вот в этом 51-м, потому что у нас театральный год и театральный сезон разнится. Этот год мы уже выполнили план, мы показали, я говорю, золотой пирюшок, зазвонил телефон замечательный для маленьких наших зрителей, замечательные сказки. Естественно, впереди у нас новогоднее шоу, новогоднее шоу с показом новогодней сказки, которую обязательно, я думаю, что традиционно понравится нашим маленьким зрителям. Хотя многие режиссеры предлагают другую форму, но очень сложно оторваться от привычного Деда Мороза, снегурочки, елки, хотя, в принципе, руки чешутся что-то новое применить, но опасно. Возможно, возможно, мы переступим порог, так сказать, привычного, консервативного, и что-то, может быть, новое откроем в этом направлении. Естественно, у нас будет в декабре замечательный последний час декабря рождественский концерт. Ну, я думаю, что, в общем-то, эти события, в общем-то, будут полезны, интересны и востребованы нашими горожанами. Аман Татьяна Миропаевич, я благодарю вас за интересную беседу. Я желаю хорошо отдохнуть вам, вашей группе, да, и уже новый телесезон начать с новыми силами. Вам большое спасибо. А я напоминаю, это была программа «Уакытки-Зет». Всего доброго и до встречи в эфире. Аплодисменты.